Здравствуйте, дорогие друзья! Я не говорю «доброе утро», потому что «добрым» его не назовешь. К сожалению, глубокому продолжается убийство людей, продолжается война. Но Тора, она единственное, что, наверное, в этом мире излечивает, поэтому... Итак, недельная глава Пикудей, последняя книги Шмот, глава. В одном из первых подсутков рассказывается о том, что завершилось построение Мешкана, святилища. И написано, что никто не пострадал, никто не умер, никто не заболел, ни одно бревно не сломалось. То есть, тот, кто делал заповедь, он никогда не пострадает. Это очень важно сегодня понимать. Я расскажу историю, которую рассказывал в прошлом году. Может быть, кто помнит, кто нет. Много оправданий находится в сердце человека, чтобы объяснить, почему он не делает какую-то заповедь. Оправдание обычно такое. Если я исполню эту заповедь, может быть, мне будет причинен какой-то вред, может быть, там что-то произойдет, порвутся там что-то или еще. Но на самом деле, тот, кто занят заповедью, написанным в Талмуде, никогда не пострадает. И вот эта история. Во время ужасного теракта, который был в Израиле в свое время в кафе с бара, кто знает в Ирушалиме, было убито очень много людей. И произошло чудо с двумя девушками. Они пришли в кафе покушать, подошли, хотели зайти. И им официантка говорит, что здесь сейчас очень много народу, неудобно. Вот я вам оставлю столик у окна, зайдите через 15 минут. Они отошли. И в это время раздался взрыв. Очень много людей, еще раз повторяю, погибло. Вот эта девушка, официантка, пострадала. И они таким образом чудесно спаслись. Эта девушка, которая была официанткой, очень много прошлось операций пройти и так далее. Несмотря на то, что официантка, когда отправляла их, она привела естественную причину, эти девушки почувствовали какую-то свою ответственность. Они посетили ее в больнице и сказали, что сейчас возвращаются в Америку. Их что там, оказали какую-то помощь. И сказали, что если надо будет какая-то серьезная помощь врачебная, обращайтесь к нам, мы всегда послушаем для более лучшего лечения. И вот эта девушка прошла 3-4 операции. Тут ей сказали, что, к сожалению, врачи такого уровня, чтобы дальше что-то сделать, есть только в Америке. Она сообщила этим двум девушкам, что хочет ехать лечиться. Они выполнили свои обещания, сами приехали в аэропорт, встретили ее, помогли во всем, что касалось пребывания в Америке. И можно с этого увидеть, какую вообще награду, вознаграждение официантки, несмотря на то, что она ничего не сделала, только посоветовала двум девушкам не заходить в кафе, но в результате спасла их, и поэтому сама удостоилась хорошего лечения и так далее и всего. Но это еще не все. Когда официантка сказала, что ей требуется пластическая операция, у девушек были две возможности. Поместить их в больницу рядом со своим домом, или приложить намного больше усилий и средств, и поехать в один из американских центров в Балтиморе, где есть более профессиональный вопрос, врач по этому вопросу. Они решили взять день отпуска и поехали, отвезли сами на своей машине больную в Бальтимор, на достаточно большое расстояние до Нью-Йорка. Но несмотря на эти трудности, девушки решили, что это важно, а не это митцва. Что дальше произошло? Эти две девушки работали в одном из самых дорогих учреждений, в башне Близнецов, 11 сентября, в тот день, когда они взяли отпуск и поехали, в башню Близнецов вырезались самолеты, и погибло много людей. Что тут сказать? Тут можно сказать только одно. Можно видеть чудеса Бога на земле, можно их не видеть. К сожалению, иногда Бог и наказывает людей. В любом случае, Любавич Схиребе чаще всего говорил потрясающие слова. Главное, что-нибудь делать. И вот изучение Торы, это одно из тех, что нужно делать в это время. Может быть, кому-то кажется, что это ничего не дает. Это не так. Тора – основа мира. Поэтому даже наш урок обязательно добавит какую-то каплю и сохранит кому-то жизнь. Браха вацлаха.